фух я добрался всем привет друзья 159 в эфире меня зовут павел и я я дома я наконец-таки дома господи как же невероятно отвратительно ходить на улицу вы бы знали и было бы моя воля было бы прикольно если бы был бы знаете с балкона прям выход в какой-нибудь парк ты просто вышел поговорил по парку вернулся все подышал свежим воздухом исключительно деревья чистый воздух и все был бы идеально еду бы тебя поставили поставляли бы им прочее что там на улице ну там на самом деле не очень холодно но ветрено кстати неприятный ветер там но так вот я весь вспотел пока туда-сюда бежал туда бежал сюда бежал причиной всего моего путешествия был на самом деле вот вот этот замечательный снимок это мои легкие и с ними все в порядке но ради него я проделал долгий путь туда и обратно и простоял в нескольких в нескольких очередях мне пришлось стоять в очереди для того чтобы не выписали справку что все нормально а потом мне надо было стоять в очереди чтобы получить эту картинку что все нормально потом не надо было постоять в очереди чтобы получить печать на эту картинку что все на ты что все нормально в общем все нормально все нормально тут прям так и написано что без видимых очагов и инфильтративных изменений легочный рисунок соответствует возрасту не знаю что это значит вот видите мои легкие говорят что я еще недостаточно star не соответствует возрасту корни структурные тоже не знаю что это значит диафрагма четкая четкая пацанчики четкой диафрагме плевральные синусы свободные вот the fuck контуры четкие не расширены сердце не увеличена аорта не изменена соответствует психологического возраста прикольно кстати посмотреть на свои на распечатку своих легких ведь теперь теперь в больницах не дают вот эту вот пленочную флюорографию дают просто распечатку просто бумажку бумажка с вашими легкими прикольно я правда я уже спел помять в портфеле рюкзачки сам еще даже не видел в общем у меня все в порядке с легкими идет я точно знаю что у меня все в порядке сейчас подождите отдам этот отдам это отдам это на кровать мой в мой в мою риге личную регистратуру на кровати такие вот дела ты никогда не курил меня нет я не пьющий не курящий из самых самых наших самых ярких звезд снова джедай мастер рейс подписываться на 21 месяц подряд очко и юрик подписывается на тридцать шестой месяц подряд наш по-моему 2 насколько я помню до 2 трехгодник 2 трехгодник почти отслужил но хотя нет сейчас же уже по моему погоду раньше два года когда три года служили непонятно короче почти отработал три года отработал спасибо за поддержку друзьям спасибо за третий год какой повод для флюорограммы но так так надо надо не волнуйтесь ничего скажем так как это для профилактики профилактический профилактический цель я не ничем не болею все в порядке от был для профилактики сделать вот такие вот вот поэтому я немножко задержался пока ехал на трамвае ехал на метро шел пешком это вот все я но на самом деле все из-за того что наташа не вовремя разбудила обычно она встает и ну как бы сама по себе будет меня ну так получается не она не является моим будильником а просто но типа случайно будет а в этот раз почему-то так получилось что она разбудила меня не в 9 когда на 915 вот вот видите 15 минут вот пожалуйста те самые 15 минут которые которые я не уложился из-за того что не вовремя был разбужен такие дела такие дела чем я занимался на выходных на выходных я посмотри продолжил смотреть мультисериал человек-паук мне даже не о чем ничего о нем сказать половина серия на самом деле проглатываю насквозь потому что как-то не знаю в детстве он оказался интерес 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 не видимо для детского для юношеского развития и мозга 1 верно это прикольнее потому что так они все все эти все сюжеты в мультсериале человек-паук построены на каком чаще всего на каком-то абсурде я наверное смотрю его в основном ради порой довольно странного перевода и странных фраз например в одной из первых серий русскоговорящий человек-паук ну смысле переводчик использует фразу не люди не люблю громких цитат по-моему начинает панч не люблю громких цитат но получи фашист гранат я просто представил себе чтобы питер паркер в комиксах в американских комиксах сказал что-нибудь подобное типа тэйки тэйк йор гранаидс нации при при борьбе против паукообразного робота порой бывает забавно но опять же мне в юношстве мне казалось что у него ну такие более острые шуточки вот на деле конечно он несет полнейший бред чаще всего другие персонажи тоже довольно забавный но интересно интересно необычно что необычно что раскрытие некоторых персонажей происходит там типа через три-четыре сезона то есть например этот гоблин там же два гоблин там есть обычный гоблин и зеленый гоблин так вот обычный гоблин он появляется что-то типа в первых же сериях или где-то в середине первого сезона по моему является чуть ли не самым страшным заклятым врагом петера паркера типа единственный кто прям сильно его его побеждает но нам не раскрывают то кем на самом деле является обычный гоблин не зеленый обычный гоблин не раскрывают по моему четыре сезона то есть вот я сейчас по моему четвертый начал смотреть и по моему в конце 3 или в начале 4 раскрывается кто такой именно обычный гоблин потому что зеленым там понятно там сразу там зеленый гоблин раскрывается буквально в той же серии когда он появляется некоторых других челиков тоже долго держат долго мусолит необычно это это необычно это была смешная сцена где паркер учат русский язык но мне пока она не попадалась пока не попадалась нашли руль для mirrors edge идеальный руль для мира сетча чем же он идеальный мой мой идеальный мне кажется другое мне нравится другое что это руль как будто такие я я не знаю на самом деле зачем вот это все делают типа делают анатомические подробные кресла автомобиля на типа зачем но в смысле не знаю мне кажется и так человеку который просто управляет рулем и так будет нормальный и по понятно и удобно мне другой кстати интересно обратить внимание на фотку которую скинул горизонт в чат там слева ну то есть все вот эти рули классно там слева на крючочках висят три женские сумки разные подозреваю что это не мужское место женское либо ну либо не осуждаю просто потому что ну просто очень забавно причем это окно на к окну прикреплены крючочки и на крючочках висят три женские сумки причем очень разные неплохие кстати сумки выглядит неплохо интересно интересно девушки любят задротов ну типа идеальный подкат пойдем ко мне пойдем ко мне тебя на машине покатаю да вот приводишь а у тебя там вот такой вот такой можно рядом поставить второе второе кресло чтобы катать но мне кажется знаете прикольнее всего не вот это мне красота все барахло потому что если взять гоночные машины ну так и прям гоночно-гоночные у них вообще максимум все выдрано это металлическая панелька с датчиками и все с у них нет ни магнитола не вот этого всего то есть там все металлизировано прикольнее все когда но кто-то начнет делать нормальной тактильной отдачи кресла ну то есть я бы я бы например подумал насчет микро ну не микро некоторых небольших пневмопружин пневмоподвесочек пневмопузырей не знают 4 штучки разместить то есть передней части крест некая я себя как это себе представляю чтобы это было более-менее похоже не прям под кресло а тут потому что будет не очень реалистично а некая металлическая база такая более с распорками скажем так как на которой кресла а распорки стоят на пневма вот этих вот пневмоподвески тогда эффект перекачивания потому что если разместить пружины прямо под креслом то ты как бы ну будешь как будто прямо ты по камням есть а если как бы расставить более-менее логично на дальних дистанциях то перекачивание будет больше похоже именно на типа автомобильный идут как будто реально в машине едешь и и неровности испытываешь неровность единственное ощущение которое не сможет передать ни одна эта пневма история это наверное ощущение разгона и разгона и торможения но даже тут можно придумать некую рельсовую систему то есть когда кресло закреплено нас на двух полозьях специально и руль прицеплен как бы не к полу а именно к этой всей установки и педали и следовательно как бы она ездит и вперед назад то есть при разгоне она откатывается назад причем может может даже наклоняться немножко и вперед когда ты затормозить это не то же самое все равно не то же самое не сможет заменить но мне кажется если говорить чисто о кулибинских историях ну то есть ты кастом то вполне мне кажется вполне реализуем проблема только то что нужны серьезные полозья чтобы выдержать весь этот вес либо двигатели как будем паде 5 5 плойки мнение не на самом деле есть же автомобильная пневмоподвеска то есть это специальные такие типов как бы она не рычажная насколько я понимаю она называются такие полозья короче и там ну некий специальный пузырь такой резиновый да он сдувается и подвесом по подвеска прыгать проминается он надувается и подвеска становится жестче и выше рельсами такого не добиться по крайней мере в коротком варианте проще натяжители ремней чтобы они тебя притягивают но натяжители ремней нет смотри если просто это это же все равно будет установка выше то есть она не на полу будет стоять то есть ты как бы находишься вот под кресло вот кресло короче да и она находится на возвышении а полозья они скажем так дугой идут то есть не вперед-назад тебя не вперед-назад двигает а тебя как бы опускает то есть это торможение ты испытываешь ну как бы легкая вот это вот перекачивать ну это сделано в основном для того чтобы испытать вот это вот как бы если просто сделать прямое то силы не хватит он тебе будет как бы выбрасывать а если именно с наклонением то эффект будет несколько похож то же самое если ты будешь если будет откидывать то эффект вжимания в кресло тоже будет несколько похож естественно не идеальный но будет довольно близко достаточно близко об другой вопрос что при этом мониторы и руль да они должны быть закреплены за кресло то есть это должно быть общее перемещение по полозье такие вот дела ну плюс если к этому добавить эти пневмопружины которые слегка ходят в лево и вправо то ну то есть это будет симулятор не сноураннера там с переваливанием вот таким вот а это скорее будет симулятор именно таких гоночных машинах где есть какие-то перегрузочки на крик крены и прочие прочные такое если быть радиус то возможно да 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 что-то вот центрифугу поставить центре пабе тоже совсем и есть же эти кабины на поршнях типа всякие аттракционы 4d там называется там такое типа капсулы она на поршнях ходит то есть она на возвышение но это же совсем серьезно можно подумать над некими поршнями распорками которые держат к твою кресло и вот одно типа его шатай но мне кажется не тот эффект не тот эффект пропустил первые 10 минут и теперь них она не понимаю там сверху в чате horizon скинул картинку скриншот нет не скриншот фотографию с идеальным рулем для мира сэдж была смешная сцена где паркер учит русский а это я уже читал вот такие вот дела что еще я почти все выходные играл в rainbow six экстракшн чтобы написать обзор его написал сдать оформить и сдать в целом знаете спустя сколько это мне наиграл 20 часов на посмотреть сколько я наиграл спустя некоторое время я не могу сказать что игра плохая она действительно неплохая но она нехорошая то есть это нечто среднее среднячок ее минусы в том что у нее как для stand alone проекта у нее нет никакого сюжета то есть это есть завязка вот на нас а по на америку напали археи и и и обычно в нормальную в нормальных сюжетно развивающихся играх вам скажут что-то и надо их уничтожить то здесь их надо изучить то есть все че все чем вы занимаетесь в экстракшн это отправляетесь на рейды чтобы изучить ну периодически убить конечно но изучить через убийство порой порой через убийство изучить археев вот вы должны убить его специальным ножом react который с во время убийства собирает данные но то есть большая часть то есть основная основной смысл экстракшн это отправиться вот на точку и собрать данные для ученых и вернуться живыми все причем вы даже умереть ты не можете и я узнал что даже если вы не спас этом если вас ранят давай удачи и даже если вас убивают вас не убивают вас ранят и вас затея из замазывают пеной и пен наггетсные пены в панировку вас и как бы если вас положили в гробик то потом прилетает вертолет этот гробик забирает и все нормально вы на базе отлеживайтесь хилитесь а если вы в гробик вас не положили вы остались на карте то вас захватывает вот этот археи это жиже это захватывает и потом в определенной миссии в следующей миссии вы должны отправиться и спасти себя же другим оперативником точнее спасти этого оперативника другим оперативником но если вам это не удастся причем все же сделано достаточно честно если вы не дошли до этой миссии или просто не ставили спасать то как бы все нормально у вас ничего не сгорит вам просто следующий раз еще раз дадут попробовать но если во время там мини игра есть что когда вы вытягиваете этого напарника из лапы ты там какая-то жижа она его обхватила вы должны выйти на там мини-игра вот если вы эту мини-игру зафейлите и жижи не отпустит оперативника то он все равно не умирает все равно не умирает он его все равно спасают он все равно оказывается у вас на базе непонятно каким образом но походу сам дошел вот так просто устал ждать и сам дошел но в этом случае в этом случае вы теряете по моему соразмерный опыт или 30 процентов опыта а так как опыт общий то есть есть как бы общий опыт вашего вашего аккаунта если можно так сказать и опыт непосредственно оперативников так вот у вас из оперативника у вас у оперативника отнимают 30 процентов опыта который в том числе отнимается у общего аккаунта то есть 2 и двойное наказание вам но он в итоге него и мы еще надо будет отхилиться то есть тоже должен посидеть на базе и отмениться в общем разработчики решили попытать но я повторюсь с по геймпассу то есть если у вас есть геймпассы вы им пользуетесь по геймпассу вообще но ну то есть это вот заполнить время до даем light то есть и вот сейчас как раз в начале начале года особо особенно него что играть ну то есть все достаточно рандомно некоторые задачи пролетаются на издать у меня вот вчера были катки когда мы там втроем просто знаете вот вот к стеной шли и вычищали все что есть просто все что видишь по всему стреляешь все уничтожаешь вообще никаких и так 33 сектора три зоны проходишь вот так просто стирая все доходило до того что мы задачу главную на в в этой зоне типа выполняли за первые там две минуты а все остальное все время просто зачищали весь уровень от архив находя всякие там патроны аптечки что-то еще и так все три сектора вообще не потея то есть как будто бы на изи причем там же есть четыре локации нью-йорк сан-франциско аляска и какой-то еще город под под мексикой там 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 в сша но он где-то рядом с мексикой как-то у него сложное название давай давай так вот они располагаются по сложности типа нью-йорк самый легкий и дальше типа сан-франциско аляска последний там самый потный потность а заключается в количестве археев и в их ну типа какие особи есть то есть в нью-йорке попадаются самые бомжовые особи типа первого типа самые легкие а естественно в последнем попадаются там какие-то злые черти толстокожие ребята с суперспособностями которые вас довольно легко дамажить довольно сильно дамажит в общем я в основном зачищал сан-франциско все время то что мне больше все подходит я иногда в аляску залетал но в аляске я по моему ни разу три все три миссии не выпал три миссии они тоже градируются по сложности типа первая задача полегче 2 задача посложнее третье типа самое сложное но это тоже не так абсолютно не так все зависит от сочетания археев то есть как что тебе игра на рандоме рандом археев и из миссии вот потому что если например и тебе на на рандоме то зону со стреляющими археями и защиты там точки там есть установить взрывчатые пакеты то это будет довольно геморройная история или например если вам понадобится убить в стелсе троих охота по-моему называется убить строй даже не даже не так вот самая геморройную задачу которую я встречал это там есть сканирование зоны там стоит такое типа устройство вокруг него три зоны в которых надо сидеть определенное время пока идет прогресс а пока вы сидите на вас из рандомных мест пруд археи враги причем не то чтобы вам сначала надо зачистить все вокруг но вообще лучше зачистить потому что могут быть эти гнезда случайный которые будут вам дополнительно еще говно подбрасывать но даже если вы зачистите все вокруг и не будет гнезд монстры все равно прутся из рандомных не просто из потолка вылезает даже если за нету и у них могут быть модификаторы с кислыми спорами там такие зеленые короче к вам бегут враги на которых сразу есть такие кисленькие шарики которые когда к вам присоединяются через какое-то время взрываются и во первых вам заслоняет экран то есть вы ни черта не видите а во вторых немножко снимают хп вам и вашим напарником которые оказались в пузыре их можно сбить вы если вы подойдете к напарнику и ударите мили атакой то вы сбили можно отстрелить от правда сложнее попасть на проще 1 но вот эта миссия с зачисткой то есть вы должны сидеть на маленьком квадратики метр на метр втроем и если вам попадаются например археи бомбы типа там там два таких есть археи это пузырь по моему и подрывник подрывник естественно взрывается пузырь тоже оставляет после себя зеленую жижу которая вас ранит а если еще плюс идет модификатор с вот этими кисленькими шариками то есть к вам бегут взрывашки с этими с дополнительным уроном причем они порой появляются места разделаны специально так чтобы вы оказались каком-то замкнутом просну низом там замкнутых пространств нет но чтобы у вас типа две стены пробиваемые и вот впереди про какая-то видимая область ну то есть чаще всего они будут приходить из-под тишка вот эти взрывашки которым нельзя близко приближаться плюс вы должны сидеть в маленьком короче сколько раз у нас было это в миссии ни разу мы и не прошли вот я вчера буквально проходил такую же где просто тупо все полегли я успел кое-как мне тупо повезло что я успел убежать и заныкаться в углу отстреливаясь последними патронами вот в итоге мы зафейлили эту миссию я просто двух чуваков которые превратились в наггетсы их просто отнес потом спокойненько ну то есть а бывает так что как это изичная история где вот три чувака вы просто как танки через весь уровень право проходите всех нахер вы вычищаете просто все и все легко и все нормально и фраза оператора типа это миссия такая легкая или мы такие крутые тебе уже не кажется чем-то особенно при том что я один раз залетел на аляску и там в первой же миссии у вас типа задача по моему без без вскорочи в спину помог бить танка или или просто убить танка ну там чувак ты так так здоровый архей такой бронированный у которой по моему вся передняя часть непробиваем а то есть его нельзя ранить единственная . у него вам каковы в хребте на спине возле на его надо крутить плюс а он идет при поддержке по моему двух таких мразей которые там они они как бы шарами кидаются они в эту в слизь пол опускаются к вам за спину перемещаются вылезают и три шара пускают еще такие которые довольно мощно дамажит и и вот он шопом с поддержкой двух или трех таких чертей в общем мы кое-как его задавили и сразу же сразу же улетели а когда я отправился на самую сложную задачу типа на четвертую локацию то мы даже миссию там не выполнили нам нас просто нам просто дали по лицу буквально в самом начале миссии просто сразу же поднялась тревога нас сразу прямо на дома жили мы по раненые избитые сразу же эвакуировались то есть ну все в основном ну понятно что на высоких уровнях вообще жестко но так на в основном все зависит от рандома чистой воды рандом но опять же не сказать что игра плохая ну то есть если вам нравится боевая система из rainbow six edge то вам в цене но вам не хочется pvp то вам в целом может зайти потому что вы ползаете на пузе сканируете там стены убиваете через стены всех этих аркеев пост постел со старайтесь не поднимать шума и но при этом при этом в основном ваш геймплей огнестрельный то есть вы много 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 стреляете я как-то поймал себя на мысли что в целом в целом да ничего такого плохого в игре нет но проблема в том что непонятно зачем она существует отдельно то есть она бы отлично смотрелась как предаток сиджу ну то есть она изначально начиналась как предатор сиджа предатор предаток сиджа только насколько я помню out break режим из которого выросла экстракшн был больше зомби шутинга то есть там насколько я помню просто ты шел через все эти локации она тебя орды со всех сторон пир листами вылезали это их стрелял и бежал дальше а здесь все таки постарались больше тактики добавить где ты вот ползаешь на пузе стараешься всего аккуратненько делать не поднимая шум что если поднимаешь шум то начинается ну тогда начинается просто резня перестрелка всех все все и вся но в рамках сиджа она все равно бы смотрелось логичней все равно бы смотрелось логичным что там в основном вы играете в игру ради опыта ну то есть накопление опыта который разблокирует вам модули разблокирует вам всякие гранатки там датчики дроны и разблокирует вам скинчики и новое оружие оперативника и все то есть все завязано исключительно на вот открытие нового оружия. Какой-то конечной точки, типа убийства главного архея или, там, не знаю, обеззараживания всего и вся, нет. То есть вы каждый раз летите на этот рейд просто, чтобы себе вот скинчик разноцветное открытие и все. И больше как таковой какой-то цели у вас особо нет. В этом, наверное, основной минус игры в том, что, ну, довольно бесцельно все это. То есть даже те же Left 4 Dead или Back 4 Blood, они обладали какой-то связанной цепочкой действий, да. То есть там, насколько я помню, Left 4 Dead 2, там же локации были все-таки более-менее соединены. То есть вы там сначала пробегом из, по-моему, из больницы, бежите на вертолете, потом вертолет падает, вы там пробираетесь через леса, потом там на корабле плывете, потом что-то еще, и потом, по-моему, в конце вы добираетесь до до военных, которые вроде бы вас спасают. Ну, то есть всегда был какой-то, был какой-то более смысловая смысловая история. А здесь как-то, ну, вы отправляетесь на рейды, чтобы собрать данные для ученых, которые, может быть, когда-нибудь однажды что-нибудь найдут. Как избавиться от этих археев. А может быть, и никогда и ничего не найдут. Может быть, все это зря. В этом, наверное, единственный... Ну, как, не то, чтобы единственный минус, то есть необязательность и... Ну, необязательность. В основном, вот, проблема игры, экстракшн, это некая необязательность происходящая. Шутерок на вечерок. Ну, я бы не назвал ее на вечерок. Там все равно придется несколько часов, ну, часов 10-20, наверное, придется. Мне интересно, сейчас я посмотрю, сколько я уже провел в игре. Провести, чтобы чего-то, чего-то более-менее добиться, чтобы новые локации открыть. Может быть, новые... Новые там всякие пушечки. Я думаю, это все напрямую зависит от опыта. Если вы хорошо закрываете, заканчиваете катку, то у вас там, ну, минимум 10 тысяч опыта. Там в районе 11-12 тысяч вы получаете. Два же, по-моему, даже за самый легкий. По-моему, даже за самый легкий, типа в Нью-Йорке, если вы закрываете все... Причем я обратил внимание, что, по-моему, за все абсолютно получается одинаково, примерно одинаковое количество. По-моему, за Нью-Йорк ты получаешь, там, 10-12 тысяч. А за Сан-Франциско, который идет вторым, ты получаешь, типа, 12-14 тысяч. Вот. Следовательно, скорее всего, за Аляску, там чуть-чуть больно. Но при этом я проходил Нью-Йорк, там, когда вы можете поиграть в соло в это все, и там в Нью-Йорке вы можете, ну, если соло начинаете, вы можете выбрать сложность. Тоже 4 сложности. Я Нью-Йорк проходил в одиночку на второй сложности и получил, ну, прошел и получил 26 тысяч опыта. Ну, то есть, в одного вы можете получить в два раза больше опыта, чем если играете втроем. При том, что я не зачищал все. Я просто, ну, аккуратненько проходил и выполнял задач, три задачи, которые надо было выполнить. я их выполнял. Блин, тут не написано, сколько я играл. А, нет, завершено. Может, нет, основные испытания завершено. Новости игры, испытания. Оглушите 15 врагов. Осталось 3 дня. Что, осталось 3 дня? Краткосрочные задания я выполнил. Но это испытания. Награды. Что тут еще есть? Достижения. Уследуйте 100 точек разведки. Стор. Параметры игры. Непонятно. Нельзя, что ли, посмотреть, сколько я наиграл? Может, внутри игры есть статистика? Ну, вот, Волголей, например, хотя тут тоже нету, сколько, именно конкретно, сколько времени я потратил, непонятно. Где-то можно глянуть в в Юбисофте, сколько был маиграно. Наверное, тут нельзя нигде. Не ясно. Не ясненькое. Не ясненькое. Не ясненькое. Не ясненькое. Ну, вот, я почти всю субботу играл. Почти всю субботу играл. Мы как-то в тюлени с Наташей всю субботу, потому что никуда не хотелось идти. Еще подождите, я дверь закрою. Никуда не хотелось идти, поэтому я сидел и играл до вечера часов, мне кажется, до восьми или даже до девяти играл. с перерывом на обед, конечно. Сколько это? Часов 10 я точно наиграл. Мне кажется, все часов 15-20. Наверное, как-то так. Привет, из-за рун. Ну, вот, я буквально вчера вечером еще играл, чтобы дописать какой-то текст для этого. Ну, повторюсь, вот, в связке с чем-то вполне норм. То есть, если бы игра шла, например, в пакете с Redux Exage, без проблем. Если вы играете по Xbox Game, по Game Pass, просто тоже без проблем. то есть, нету ощущения, что ты всрал деньги, потому что оно идет, как вкупе. Но вот покупать ее, я не знаю, сколько она стоит сейчас, Extraction. Но покупать бы я ее не стал, как отзыв, потому что она как отдельный продукт не работает. Ее надо было привязывать к Сиджу, точнее, оставлять в привязке к Сиджу и делать там обменные скинчики всякие и прочее. Чтобы если ты поиграл в Extraction, то тебе в Сиджи, например, скинчики дали для пушеки, там брелочки, ну то есть в Сиджи тоже все эти брелочки есть и прочее. Ну то есть, я почитал на Википедии, разработчики рассматривали, ну то есть, видели потенциал в режиме AutoBray, как более мягкий вход для тех, кто вот хочет познакомиться с Сиджом. Ну то есть, есть же люди, которые, ну не очень хорошо играют в ПВП, и Сидж все же не самый простой шутер. То есть, не то, чтобы там залетел и начал нагибать. То есть, к нему надо привыкнуть, его надо понять. И в этом плане Extraction хорошо бы подошел, потому что отчасти тут много элементов, которые заимствованы из Сиджа, ну потому что это на базе Сиджа сделано. Следовательно, то, как стреляют оружие, то, как там просвечиваются какие-то объекты, все это можно было бы понять в Extraction, плюс научиться работать в команде можно было бы в Extraction, плюс это был бы хороший, мне кажется, это для тех, кто в целом играет в Сидж, был бы хорошим режимом ПВЕшным. Ну, то есть, отдохнуть от ПВП и зайти в ПВЕ. Нормально. Плюс, параллельно его можно было бы развивать тоже. Интересно. В конце концов, потом этот Out of Break можно было бы спокойно сменить на режим с... Ну, то есть, всех этих жижу, все это можно было сменить на каких-нибудь террористов, которых вам приходилось бы зачищать. То есть, сам режим вполне жизнеспособен и развивать его тоже может. Вопрос лишь на хрена было вот его делать. Во-первых, четыре года они его делали. Мне кажется, все это время они были скорее кат-цены делали. Потому что ролики надвижены, типа, кат-цены, там, CGI ролики, они вообще охренительные. то есть, они выглядят очень красиво, очень хорошо. Но они все бесполезны, потому что атмосфера там нет такой. Не пронизывает, скажем так, атмосферы. Вот. Такие вот истории. Я только что понял, что я же новости-то не собрал, потому что я только ворвался в эфир и все. А новостей я не собрал. Надо еще новости собрать. Я прочитала новость про астрофизиков как астрошизики. Астрошизики нашли черную дыру в карликовой галактике. Астрошизики. Сейчас надо будет еще новости быстро собрать. Вот. Ну, потому что больше, больше я, по-моему, ни во что-то особо и не играл. А, мы еще смотрели, по-моему, когда в пятницу, в пятницу, смотрели стрим по зомбоиду с VLG. После чего я решил поиграть в зомбоид, скатал три катки и понял, что можно в целом и не возвращаться больше. Потому что это игра. Игра абсолютно не для меня. Я играл в нее еще, когда она выходила в виде клиента отдельного. Мы ее скачивали, играли. Тогда еще Steam был, по-моему, только в зачатке. Было дело. Но она мне тогда не особо зашла. Мне не очень интересно такое. Потому что стрелять нельзя. Ну, точнее, доступ к оружию довольно далеко. Довольно далеко. Я смотрел, как Гитман вооружался весь стрим. Нашел какую-то военную базу, там целую кучу патронов и прочее. Но именно из-за этого мне, наверное, не очень понравился Zomboid, потому что он, ну, то есть, если ты опытный игрок, то ты превратишься в Гитмана с 20 коробками патронов, винтовкой М16, который издалека убивает все, что движется. Толпа из 100, ну, из до 50 зомби для Гитмана не то, чтобы было большой проблемой. Приходилось побегать, пострелять, но все же. А если ты не очень хороший игрок, то ты, как правило, ну, ты, ты, ты либо, если ты хороший игрок, то ты играешь как Гитман, а если ты плохой игрок, то ты играешь как Вика Картер, ну, то есть, отъезжаешь каждые несколько секунд от первого же зомби. Вот, наверное, этот разброс, слишком сильный разброс, мне, конечно, не очень нравится, потому что выбраться из вот этой начальной зоны, когда ты более-менее, ну, то есть, ты всегда как бы на измене, но выбраться из этой зоны, когда тебя, ты можешь отъехать буквально от, ты можешь отъехать от того, что ты поцарапался, например, залезая в окно куда-то, ты можешь отъехать просто потому что не нашел бутылку воды, ты можешь отъехать потому что не нашел там еды, например, и все. До момента, когда ты превращаешься в ходячий танк, очень, очень много времени должно пройти а там же я как понял там чем дальше тем все сложнее становится из серии отключают электричество отключают воду начинается типа зима то есть замарину то есть это просто такой как а как я могу вообще в что-то успеть вчера поиграли сначала я умер три раза потом начался норм забег еда вода спецодежда для пожарных и лом и тут я спотнулся меня съели я так в тихую где-то что-то бегал залез в дом и вроде бы никого не было вокруг я залез в дом открыл дверь комнаты и на меня оттуда выбежали две голые женщины а потом снизу сразу по лестнице прибежал еще один третий зомби они меня все все втроем сожрали хотя казалось вот ты заходишь тишина вокруг никого нету никто не стучится мне ничего открываешь дверь на тебя вылезают вот две две женщины в бикини и и и мгновенно тебя съем мгновенных появляют ну то есть как засада просто зомби засада вот такой мой опыт не знаю мне не очень я не очень кайфу от такого мне не очень интересно выживать когда у тебя нету возможности нормально сопротивляться так что у нас тут еще сейчас я пролистаю новости посмотрю чем произошло контентная поддержка watch dogs чарт продаж steam так что еще что еще что еще году вор это интересно те плант возьмем новость фигня какая-то фигня интересно это опять на геймбой не интересно ринге и черт тоже такую как их херню на машнил мошенники под видом авторов nft и ози озборна похитили покупателей свыше 40 тысяч долларов и тут в чате в чате появляется патрон очень я же говорил голая женщина к беде но они поймали меня поймали меня я тоже там был пожарным так вот эту новость возьмем тут прикольная гифка тик 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 фаров это нет это нет поддержку контент на ты уже что-то непонятная какая-то херня возьмем так туториале dark souls нашли уязвимость для легендарного стамане deal deal dsr я так и не понял сайте где его искать но я включил я нашел где у себя включить дл сейчас тоже интересна новость так стива режим вай 40 40 минут геймплея сюжетного режима great legends отлично смотрим все 40 минут так что еще косплей фанатский ремейк 5 лет кранча так медитативные игры контентная поддержка for honor зато продлена на шестой год казалось бы сиди project призвала не покупать ее акции ясно так что тут игровая неделя от меня так это все нет херня какая-то херня режиссер бэтмена мэтт ривз при создании загадочника вдохновлялся убийцы зодиаком хорошо так хочу еще че еще спенсеры котик котик и спенсер арнольдс фартснеггер попал в аварию непонятно что это но сделает вообще где-то попал и попал есть еще новость о том что главный тестировщик киберпанк ушел и сиди project после 11 лет работы привет паша это дело друг пози это я узи озбор мне срочно нужны деньги на новый альбом переведи пожалуйста пару битков на мой кошелек что я сомневаюсь что ази озборн знает о кошельках и биткоинах так продюсеров и ротч у нас уже был мне нравится про заголовок новости этот братья не буду на заголовок забавный в ранней версии финала assassin's creed и десмонд и люси должны были улететь в другой мир на космическом корабле мне кажется это пересказ прихода сценариста он действительно улетел приняв какие-то микстуры улетела в другой мир на космическом корабле и поэтому сценарий переписали потому что никто не знал чем он кончается сценарист улетел на космическом корабле так rtx 3050 не подходит для майнинга оберу эту новость интересно так тут у нас промо майка бара про blizzard что-то говорит дизон рад фанаты ворду варкрафт варайте ламп 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 к версия сибири the world before стартует 18 марта ну что когда кончится только список новостей причем все такое себе актеры сыгравшие мэрии пиппенова властелин колец рассказали бы в лечении лигу of legends и молодцы с кем не бывает все мы люди ну я возьму эту ность непонятно какая-то а вот типа кранчи тоже возьму создатель кибер мафии ну хотя тоже возьму про кибер мафии интересно кибер мафия картриджи для switch с gta the trilogy поступит в продажу 11 февраля так как это все какая-то херня системные требования было бла бла ну можно эту новость тоже взять так чисто паров лети чисто чисто для рофла так тут еще есть новости блин ни хрена себе так много новостей за неделю налетел бы реально из этих новостей всего там всего три четыре три четыре новости интересных вот все я дошел до новости про то роберта паттинсона который рассказал про то как работает на матрифс и я про эту новость вам рассказывал в пятницу можно начинать аперитивчик закончен можно начинать основное блюдо быстрые новости только заголовки нет я просто вернулся домой буквально в 12 10 в 12 10 же запустил трансляцию но я не успел собрать новость я же обычно их собираю более-менее поэтому вот сейчас себя собирал так что можно начать основной блок новостей который произошел за эти выходные не все все собрал все готово сейчас вам все расскажу и пункт покажу технический специалист а м.д. признал что графический процессор navi 24 который лежит в основе radeon rx 6 500 x ti изначально разрабатывался для ноутбуков ранее урезанные характеристики видеокарты объяснили противостоянием в общем а м.д. под видом radeon rx 6 500 x ti мы продавал решила продать ноутбучные процессоры точнее ноутбучные видеокарты это объясняет слабую слабую производительность этих видеокарт и сиди project red ушел лукаш бабель который руководил отделом тестировщиков cyberpunk он проработал в польской студии 11 лет взял эту новость исключительно чтобы пошутить на тему а что у сиди project был руководители был тестовый отдел cyberpunk по игре так не скажешь а мне казалось что игру тестировали пользователи кики 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 стул еще не готов не готов для трансляции удивительно что он покинул студию только сейчас возможно он покинул студию потому что никто и не знал что вообще есть тестовый отдел cyberpunk и 77 такой блин про меня никто про меня как никто не знает в этой студии ну ладно и покинули злой ты паш но на самом деле я тот человек который защищал cyberpunk защищал мне понравился cyberpunk но все же все же есть определенные проблемы с ним но то что точнее то что есть в cyberpunk есть проблемы ни в коем ни в коем случае не преуменьшаю они если то есть несмотря на то что я прошел игру и получил от нее удовольствие зачистил ее всю я выполнил все задания в cyberpunk абсолютно всю карту вылезал так что я имею право считаю что имею право шутить на тему того что тестового тестировщиков отдела тестировщиков как будто бы и не было roblox выиграла дело против игроков игрока создавшего на платформе кибер-мафию его обязали выплатить 150 тысяч долларов и не приближаться к офисам разработчиков он нарушил правила площадки обходил блокировки даже распространял ложные сообщения терактах на конференции авторов была у нас новость про чувака который терроризирует разработчиков roblox вот теперь даже блин мне кажется можно целое издание новостное издание собрать где экранизировать буквально все новости на 1 движке roblox просто все ножки на новости через roblox есть картинка для подходящая картинка для этой новости где задерживают введут в тюрьму выплатит саймон заключил соглашение с разработчиками roblox который предусматривает что он выплатит штраф размере 150 тысяч долларов roblox собиралась взыскать с него 1 и 6 миллиона не будет призывать к насилию в отношении разработчиков и причинению вреда имуществу компании не будет приближаться к офисам roblox более чем на 30 метров не будет пользоваться roblox за исключением разделов сайта площадки для открытия которых не требуется регистрация аккаунта не будет распространять ложные сведения о разработчиках а также заведомо ложные сообщения об актах терроризма в отношении roblox не будет создавать публиковать и распространять видео с призывами нарушать правила roblox блогера также обязали удалить уже опубликованные видео которые так или иначе нарушают требования решения суда такие вот надеюсь картинка со нафтиметкой нет не надо просто зачем за нее должно идти в массы понимаете все через призму roblox а детские игры с не детскими проблемами а тяжелых трудовых условиях у разработчиков lego starboard the skywalker сага там оказывается кранч и переработки успех как как начало проблем на проблемы начались еще в 2005 году когда студия travelers тейлс выпустила лего star wars the video game словила огромный коммерческий успех поглотила издателя giant interactive и образовала тити геймс сооснователь и творческий руководитель тити геймс блин как они так назвались тити геймс серьезно на них кровь лет каждый раз это тити или они как-то по-другому произносятся но ти же тити тити у них же по-моему есть в английском в английской речи же есть слова тити и это же значит сиськи нет или только в русском языке такое сооснователь и творческий руководитель джон бертон часто ругался с подчиненными если они собирались пойти домой вместо того чтобы аста оставаться на переработке лидеры студии также спрашивали у уходящих домой почему они не преданы своей работе ты что это хочешь пойти поесть и поспать совсем что ли не предан своей работе по словам собеседников полигон в те годы переработки были чем-то настолько обыденным что их вносили в расписание производства или даже строили вокруг них все процессы отчасти это происходило из-за того что тити геймс занималась играми по фильмам и детским играм и детскими играми игры по фильмам должны были выходить вместе с фильмом а детские игры в периоды когда родители закупаются подарками или еще занятия для долгих каникул своего чата 2007 warner бразерс купила тити геймс 2008 warner бразерс провела опрос среди всех студий своих студий и выяснила что в тити геймс сидят самые несчастные сотрудники не постоянно смешно от фамилии войтите почему тити чтобы поднять боевой дух warner brothers отменила самые драконовские правила например сотрудникам тити геймс не давали свободно выходить в интернет и пользоваться телефоном на рабочем месте но глобальные проблемы с переработками низкими зарплатами остались переработки в тити геймс предподносились как нечто оплачиваемое и добровольное в десятом году переработки разделили на два типа обычные и гибкие обычные можно было обменять на дополнительные деньги или выходные а гибкие только на выходные или возможность прийти на работу позже у гибких переработок был предел 40 часов отказаться от переработок совсем было крайне сложно поэтому если случилось так что сотрудник насчитал 60 гибких часов то бонусы он получит только за 40 некоторые собеседники полигон утверждает что тити геймс были обычным делом в эти games был были обычным делом к раньше по 6 дней в неделю со сроком 80 100 рабочих часов особенно сильно страдали программисты специалисты по визуальным эффектам аниматоры и контрактники которые перерабатывали но не получали за это бонусов как полноценные сотрудники ну то есть почти все почти весь рабочий класс который делает игры перерабатывали кроме того плохо относились к тестером им не давали заходить в основные помещения студии без сопровождения так как один раз тестер слил фотографию геймпада вию до релиза консоли из-за этого правила тестером становилось сложнее подавать жалобы в отдел кадров или обращаться с программистами общаться с программистами о багах еще одна так сказать классическая проблема тех лет неуважение к женщинам там были и нежелательные комментарии внешности и более низкие зарплаты и отказ в повышениях по карьерной лестнице некоторые бывшие сотрудники даже придумали собственный термин описывающий работу в тити геймс pttsr имеется ввиду но это как ptsr посттравматический синдром только с двумя т потому что т.т.геймс сага о the skywalker сага производство лего star wars the skywalker сага длится уже пять лет она стала самой амбициозной игрой в истории тити геймс а менеджеры 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 студии призывают целиться в 85 из 100 до битакритик чего тити геймс раньше не достигала однако мешают этому новый движок и плохие управленческие решения в семнадцатом году специально ради skywalker сага решили перейти на новый движок сотрудники настаивали что нужно взять анрил энджин и маленькая группа даже успешно собрала на нем прототип лего игры однако руководство поручило создать собственную технологию м тити лидеры тити геймс не хотели платить отчисления за использование чужого движка когда сотрудники получили доступ к новому движку выяснилось что движок нестабилен и лишён ряда важных функций например если на старых технологиях добавление анимации занимала две минуты то на и м тити уходило 10 даже больше зависимости от того сколько вылетов случится кроме того м тити иногда портил сохраненные данные из-за чего пропадало несколько часов работы предварительное производство skywalker сага шло с учетом возможностей старого движка когда запустили нтти оказалось что не все подготовленные процессы производства нормально взаимодействует с новой технологией нтти должен был стать основой для будущих проектах проектов тити геймс но в конце концов сотрудники убедили руководство перейти на андрил энджин похоже за skywalker сага кажется единственной игрой на нтти ждите пропажи ваших сохранений для skywalker сага в какой-то момент сделали дерево ударов из 27 видов комбо но его вырезали play тестеры показали что пользователи все равно сражаются одной кнопкой и комбо из 27 видов ударов руководитель просил создавать новые механики по своей прихоти а затем говорил их отменять но не исправлял действительно важные проблемы почитайте любой обзор лего игры там везде одно и то же платформинг фиговый камера ужасная нет онлайн копа что ж давайте добавим боевую систему с деревом комбо на манер года вор пятилетки будут в восторге разработка the skywalker сага буксовала из-за того что тити геймс всегда трудится над несколькими играми одновременно например в начале двадцатого года команда the skywalker сага сильно уменьшилась так как сотрудников перебросили на другой проект одному из очевидцев это кажется полной бессмыслицей лего star wars это же флагманская игра тити геймс зачем мешать ее производству собеседники полигон обеспокоены тем что руководство тити геймса решила сосредоточиться исключительно на лего играх ранее студия готовилась к альтернативам на случай если потеряет благосклонность лего некоторым это кажется очень даже возможным исходом в последнее время лего все чаще выдает свою лицензию другим студиям например у лего star wars появилась мобильная каст вейс от гим геймлофт судя по материалу полигон сейчас эти геймс находится на перепутье многие опытные сотрудники уходят другие студии в том числе те которые основали бывшие лидеры тити геймс однако в последние годы в тити геймс все же происходит положительные изменения включая усиленную борьбу с переработками кроме того собеседники полигон считают что the skywalker сага получается хорошей игрой которая порадует фанатов но так страдать ради нее вряд ли стоило бы лего star wars the skywalker сага и впрямь смотрится как игра на которой тити геймс трудится особенно усердно последний трейлер показывает большой прогресс по сравнению с предыдущими лего играми the skywalker сага переносили несколько раз изначально ревиз планировался в 2020 году теперь она должна выйти 5 апреля 22 года безумный шопинг где две женщины дерутся в общем такие вот истории из мира лего игру оказывается не все так радужно казалось бы ну типа отлично игры отлично лига по игры по лего лига по играм отлично продается хорошие бабки рубят ребята а там вот видите все все не так хорошо хорошо diablo 2 уже к этому подготовил сотрудники к ю и отдела рейвен софтвер объявили о создании собственного профсоюза из нескольких десятков человек они уже обратились как division blizzard с призывом признать их организацию потенциально первую в крупной игровой компании северной америки рекорд достижения но скорее анти достижения если activision blizzard откажет сотрудникам рейвен то те собираются подать заявление в национальное управление по трудовым отношениям сша чтобы добиться официального признания так у них появится право напрямую вести переговоры с руководителями по поводу условий труда моем понимании независимо от того идет ли речь об управляющих из activision blizzard и microsoft любое руководство должно уважать права работников на создание профсоюзов эта компания уже ясно показала каким какими низкими могут быть могут быть трудовые стандарты сейчас они могут исправиться тестировщики отметили что намерены бороться с нездоровой рабочей культурой в компании низкими зарплатами и переработками одной из главных причин подтолкнувших их на создание союза стали сокращение выходили когда из компании уволили около трети штаток юрей вскоре после этого работники объявили забастовку заявив что работоспособность всей команды оказалась под угрозой и коллег необходимо восстановить должности ну как бы что вы устроили забастовку действительно работоспособность и команды показалась под угрозой это так и есть как отметила профессор корнельского университета риза либервитц юрист специализирующийся на трудовом праве слияние microsoft и activision blizzard не должно никак повлиять на попытку создать трудовую организацию будь то рейвен или в других студиях в составе компании по ее словам пока что движение только начинается а учитывая череду скандалов вокруг издательства microsoft должна обратить свое особое внимание на соблюдение прав работника включая право объединения профсоюзов первым профсоюзом в игровой индустрии северной америки в декабре 21 года стала организация инди студии vadeo games однако в случае с рейвен софтвер первые для компании внутри крупного издательства вроде посмотрим что у них из этого а удастся может ничего не получится тем временем глава blizzard поговорил о делах внутри компании пообещал анонсы на следующей неделе то есть майк и бара новый президент blizzard заступивший на эту должность в августе 21 года вместо джей аллена брека и баре предстояло разгребать а в гиевы конюшни господи это панч конечно со скандалами о том как идут успехи на этом фронте глава компании поговорил свежим открытым письмем по словам и бара восстановления доверия главный приоритет blizzard на данный момент президент упоминает следующие изменения в компании за последние месяцы эффективность менеджеров и высшего звена blizzard измеряется улучшениями в рабочей культуре чем безопаснее инклюзивнее но это мы все слышали появилось больше должностей с полной занятостью цель которых улучшать культуру это мы тоже слушали лидер по культуре понятно организационный лидер в отделе карки да про и про игры будет что-нибудь там типа про улучшение работы или над какими-то проектами улучшение культуры инклюзивности это я за вас очень рад конечно размер команды который занимается расследованиями внутренних происшествий утроился новая форма обратной связи ну понятно тут про игры ничего нет я-то думал это новости про игра это новости про то что в компании стало ну или не ста или все силы брошен на то чтобы компании стало лучше работать по данным видеокарт среднебюджетная видеокарта geforce rtx 3050 не подходит для майнинга этериум хэшрейт при добыче криптовалюты сокращается вдвое поэтому адаптер вероятно не заинтересует майнеров и у геймеров будет больше шансов на покупку майнеров не заинтересует а вот перекупов заинтересует еще как о том что графический ускоритель geforce rtx 3050 не эффективен при добыче этериум сообщили источники издания видеокарт в китае который уже тестирует адаптер видеокарта по всей видимости поддержит алгоритм литл хэшрейт который снижает хэшрейт при добыче криптовалюты в два раза согласно тестам хэшрейт уменьшится с 20 до 12 с половиной мхэш секунду через секунду после запуска майнинга при этом показатели энергопотребления составляет 73 ватта данные китайских источников подтвердили инсайдер под ником wx not который приступил к тестированию rtx 3050 в середине января согласно его данным видеокарты обеспечивает хэшрейт 13 666 при энергопотреблении 57 ватт видеокарт считают что майнеры не станут покупать rtx 3050 с учетом перехода этериум с модели proof of work к менее ресурсоемкой proof of state авторы ресурсы посчитали что окупаемость графического ускорителя с рекомендованной ценой 250 долларов с таким хешрейтом составит около 500 дней 500 дней это у нас примерно около года ранее nvidia сравнила производительность в играх с ретрейсингом на rtx 3050 и двух видеокартах которые не поддерживают трассировку учили напомню видеокарта должна выйти в том числе и у нас по рекомендованной цене я забыл какой 26 по 27 тысяч 27 января должна поступить продаж 200 до 200 у нас не 200 у нас но у нас она скорее всего в районе 30 35 будет стоить рекомендована пом 25 было там 24 900 до полтора года а точно 365 дней же в году а я почему-то посчитал что что-то 600 дней в году почему-то 200 тысяч за 351 city project призвала не покупать ее акции без должной подготовки и внимательности вообще не покупайте а акции без должной подготовки и внимательности все из-за появления массы поддельных сайтов на которых предлагают заработать приличные дивиденды от вложений в польскую компанию не покупайте просто не покупайте 6 500 эксти за 20 до тока на почти мобильная мобильная видеокарта 600 дней в году это на каких-то газовых гигантах не у нас это это в моей голове эта математика в моей голове так работает не обращайте внимание в digital foundry пройдет протестировали dldsr новую разработку на видео для повышения качества изображений в играх результаты впечатлили технология заметно улучшила картинку ведьмаке 3 и года вор по сравнению с предшествующей функции dsr я пытался включить у себя эту функцию но почему-то я по-моему нашел только dsr хотя там был дл там наверное вот первый блок дл короче непонятно и так что такое dldsr в четырнадцатом году nvidia представила технологии dsr этот динамик супер резолюшен она рендерит изображение в играх в повышенном разрешении а затем масштабирует его до разрешения монитора применяя сглаживание по методу гаусса благодаря этому повышается детализация в качестве картинки но на видеокарту приходится повышенная нагрузка это снижает частоту камер ну то есть это идеальный способ использования это что-то типа если у вас вы играете в 1080p то вы можете использовать dsr и у вас картинка как бы станет ну по качеству как 2к но по-прежнему 1080 но нагрузит видеокарту в январе 22 года компания презентовала технологию dldsr deep learning dynamic super resolution усовершенствованную версию dsr она отличается от предшествующей разработки поддержкой и и алгоритмов которые используются вместо фильтра гаусса подписывать понял что фигня ничего важного минутка просвещения да 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 но у меня есть видеокарта nvidia поэтому я заинтересован всеми новостями которые связаны с этой херней так вот да многослойная нейросеть которая лежит в основе dldsr требует меньше пикселей для достижения более качественного результата по сравнению с дср благодаря этому эффекту от dldsr с коэффициентом разрешения 225x сопоставим по качеству с 4x разрешением dsr это означает что dldsr использует меньше ресурсов графического ускорителя но обеспечивает улучшенный результат при масштабировании технологию dldsr стала доступна для владельцев видеокарт geforce rtx с 14 января 22 года когда вышел драйвер geforce геймрейди 511.23 whql включить функцию можно в панели управления nvidia я кстати включил не обратно не заметил что что-то поменялось разве что теперь экран при включении несколько мигает несколько раз и так сравнение сглаживание краев ванны значительно лучше при включенном dldsr справа чем у dsr просто ну вот это вот полосочка которая любите на лесенкой с обычным дел где сара на лесенкой сделал dsr а ну вот прям такой ровненько 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 511 это же для 11 винды не знаю с эффектом глубины резкости объект на ближнем плане лучше обрабатывается с помощью dldsr но тоже видите меньше меньше лесенок стала в рамках тестирования ведьмаке 3 по производительности на пк с видеокарты geforce rtx 2060 технология dldsr уступила dsr примерно на 3 процента ну вот слева слева я так понимаю дел справа точнее слева обычная dsr а справа дел увидите чуть-чуть на на пару fps просел с отключенной плавностью при коэффициенте разрешения 225 падение fps udl по сравнению с dsr а составил 3 процента большая резкость объектов без глаживания за заметно вообще непонятно она не до резкость резкость о картинке по кожа стала лучше видно на последней картинке слева направо дел дел без глаживания дел с 30 про 30 30 тремя процентами сглаживания с 50 и dsr без глаживания я тут я вообще не вижу бы такой разницы что поменялось лук адрес дюйды лук адрес edge края миски более детализирован из функции deal короче на самом деле можно закончить новостью на том что deal везде круче чем обычный десерт в года ворва тоже лучше частота кадров заметно выше сделал ss и deal dsr с повышенной плавностью чем с меньшим сглаживанием без супер сэмплеры такие вот короче чтобы было понятно что вообще происходит в конце ролика баталия выразил надежду что в будущем nvidia представит возможность применять коэффициент разрешения 4x при использовании deal dsr сейчас максимум составляет 2 и 25 чтобы было понятно что происходит nvidia придумала очередную фишку для своих видеокарт которые с помощью нейрон очки улучшает вашу картинку в играх вот причем это не rtx это не deal ss это теперь еще deal deal dsr и еще одна еще один прикол по визуальному улучшению игр не стоят короче на месте молодцы легендарная эластомания где игрокам нужно преодолевать препятствия выполнять стрюки на мотоцикле вскоре получит ремастер по моему этой новости год я уже слышал что эластомания получит ремастер но но с тех пор ничего не произошло обновленная версия выйдет 26 января между прочим через два дня и получится выше сотни новых уровней а также онлайновую рейтинговую таблицу графика же несмотря на название изменений не претерпит во всяком случае судя по скриншотам xbox версии отметим что обладатели оригинальной версии для пк смогут бесплатно превратить ее в ремастер а такая есть оригинальная версия на пока серьезно почему она у меня до сих пор не куплен срочно сегодня сегодня стримим только эластомай в трилогии dark souls нашли уязвимость которая позволяет удаленно запускать вредоносный код на устройстве игрока и получать его данные from software временно отключила серверы всех трех игр и начала исправлять эксплойт который также работает в элдон ринг пара пара пам фить элдерс dark souls и решили нагнуть тебя не только в игре но и вне игры нагибают и твой скилл и твой комп ухтер состав там второго сезона игроки хилл интернет смогут получать кредиты микро микро кредиты смогут получать продвигаясь по боевому пропуску ты 43 индустриц продолжает работу над изменениями в мультиплеере halo infinite надеюсь сделать шутер еще более привлекательным прежде всего на этой неделе снизилась стоимость комплекта во внутриигровом магазине а со следующей в нем появится больше а больше отдельных предметов например шлемов и других составляющих брони вместо набора данное изменение обусловлено недовольством аудитории посчитавший цены во внутриигровом магазине и стоимость кредитов приобретаемых за реальные деньги высокими впрочем куда важнее другое вскоре геймеры смогут зарабатывать те самые кредиты делая успехи в игре кредиты можно будет получить в рамках второго сезона пропуска проще говоря тратить реальные средства уже не понадобится или как минимум можно будет тратить куда меньше денег стараясь заполучить максимум кредита в ходе сражений правда воплотить жизнь данную схему 343 индустрии спланирует не раньше мая 22 года когда и стартует второй сезон тогда же по идее хеллоинфона должен появиться долгожданный кооператив короче проще всего если не поняли что на все это значит есть внутриигровая валюта которую надо покупать за реал раньше а вот с мая можно будет что-то выполнять в игре и получить немножечко кредитов то есть скажем так за про ваш прогресс в игре вы получите либо скидку либо даже сможете сразу прикупить донатный шмот такие вот истории кстати странно что до этого не было так реализовано хотя бы чуть-чуть можно такой сломанный телефон сначала читал новость что возможно это повлияет на элдон ринка теперь уже точно повлияет на я могу прочитать уязвимость найденного во всех трех играх серии dark souls позволяет злоумышленникам удаленно запускать вредоносный код на устройстве игрока и получать доступ к его данным наличие эксплойта показали на стриме игрока под ником the grim slipper другой игрок втор всего его мира dark souls 3 и запустил синтез устной речи из текста в одном из скриптов microsoft о том как использовать уязвимости изначально знали четыре человека два игрока обнаруживших этот эксплойты два разработчика фанатского античита blue sensual они передали информацию проблемах разработчикам и рекомендовали игрокам не использовать онлайн трилогии dark souls до тех пор пока уязвимость не устранят эксплойт по словам нашедших его игроков действует и в других играх сом фроф from software в том числе в грядущий элдон ринг модрая работает над исправлением эксплойта они выпустили обновленный античит blue sensual для dark souls 3 и готовится также улучшить античит античит блюкой блюкает я блю околайт для dark souls 2 from software после обнаружения уязвимости временно отключила pvp-сервере трилогии dark souls на пока когда и запустят снова пока не сообщается на консолях xbox и playstation сервер dark souls продолжают работать то что там не использовать но видимо все же ты прав ты возможно может повлиять на элдон ринг а может быть и нет так вот курт маргинау и шон эскайк из ноти док рассказали как создавали создавалась та самая погоня из uncharted я взял эту новость исключительно ради прикольной гифки которая выглядит как ну почти выглядит как та игра которую я сейчас день похоже камера только не так она мне кстати очень очень интересно как то есть я смотрел на эту гифку в основном чтобы оценить как использует камеру при таких action сценах как вот она отдаляется она отдаляется во время прыжка приближается обратно причем обращу ваше внимание что нам на мопеде едут два на мотоцикле едут два нейтана дрейка изначально прототипы же строится вот из кубика как вопрос о том как делаются прототипы вот они строятся из кубиков и модельки тоже одна моделька используется на всех два брата нейтана дрейка едут прикольно прикольно посмотреть на прототипирование вот ну не знаю можно еще почитать сесть и там есть что-то интересное в этой новости почитать про как обмечает маргинал как таковой нелинейности погони не было это лишь сеть путей ведущих к одной дороге такой гейм дизайнерский прием с одной стороны позволил создать иллюзии нелинейности с другой избежать мертвых моментов что касается uncharted legacy of thieves collection то по словам разработчиков ремастерах им удалось реализовать некоторые вещи которые были невозможны на консолях прошлого поколения о чем здесь идет речь кроме очевидных изменений в разрешении кадровой частоте они не уточнили при этом особое внимание были уделено тактильным ощущением связанным с адаптивными триггерами геймеры якобы смогут почувствовать чуть ли не каждое колесо автомобиля или байка почувствуй моё колесо текла на очередные новости о цифрах от текла им понадобилось 999 актеров чтобы озвучить daylight 2 на всех поддерживаемых языках а вы и дальше говорите что до локализации это же так легко почему издатель не потратил деньги чтобы продать игру в россии без локализации она не продастся 999 актеров разработчик уточнил что на озвучку всех строчек диалога на разных языках им пришлось нанять ровно сколько человек всего игра будет доступна на 17 языках а полная локализация быть доступна на десяти языках в том числе на русский на русском языке быть ты брат брат на русском говорить будешь слушать но играть напомню для всех вот этих вот людей которые бухтят русская озвучка говно надо играть в оригинале польский польский включай никакой не английский дайн лайт и текланд это польская студия поэтому включи польский язык играй блять на польском языке и не пизди о своем оригинальном оригинальной озвучки ясно потому что английский язык для этой игры является не оригинальным это локализация разработчики польские так что играй на польском языке и не ебывайся а я буду играть на русском и тоже не буду елкаться особо потому что мне норм есть разработчики потратили денежки наняли 999 актеров но не только для россия вообще потратили денежки и перевели игру на русский язык я им за это благодарен буду слушать велики и могучи польская озвучка есть вообще да должна быть вот polish polish рядом с кореем но надо 10 языков есть озвучка english french german japanese polish порту гейс бразиль раша симплифай чай низ спиниш латиноамерика и спиниш спей не переведни тур языка родного в традиционный чай низ туркиш порту гейс корея италия италия италиян язык не будет в игре и как же так иван ургант и его компании ничего не смогут понять в игре чешской не будет и арабской не будет полишь скоро не будет будет просто ой ой что началось мамма миа надо смотреть какой стране происходит действие и включать местный язык а там выдуманная страна в смысле но там полишь скорее всего тоже там капом как это его выдуманная европейская пом страна там же нету как велидор какой-то видор велидор что-то такое какой-то пикадор валидол и потом на вы что-то и я помню что на вы начинается и полно дор заканчивается как-то так в общем озвучка это не оригинал английский нет оригинал польский интер ими оригинал польский текла текланд польская студия поэтому оригинал польский прошлый раз была турция теперь даже не озвучили для турков до выдумано европейская страна это финляндия это выдуманная заснеженная страна выдуманная европейская страна это не заклинка не вы калининград это выдуманная российская европейская страна существует там где-то но не факт что сценаристы явно не на польском пишет почему это это польская студия там работают польские люди в смысле не на не на поле не на польском пишет локализует на английский с чего ты взял то а что и почему на английском надо писать почему не на польском студия польская кто работает в польской студии поляки на каком языке разговаривают поляки на польском на каком они пишут сценарий изначально на польском и потом адаптирует этот сценарий под разные языки под английский под французский под немецкий все сходится ты на работе на каком языке разговариваешь на русском да возможно у тебя может быть зарубежная компания тебе приходится разговаривать там на английском или писать текст на английском но в основном тоже русские работают на русском языке так что ой началось началось от вихляние вихляние жопами началось ой ну там на английском но это пппп польская студия играть на польском всем любителям оригинала играть на польском языке потому что вы очень любите оригинальные языки языке очень обожаете вы любите бухтеть на локализацию и любите оригинальный язык поэтому всем на польский курва то все у нас тут такие вихляндеры внутри на польском описать только сапковский ну кстати вы же я я надеюсь вы смотрели хотя нет в случае с ведьмаком там же экранизация не польская там же не польская студия с ним это американская так что там все нормально все подходит вот польского ведьмака есть же сериал помпольский его надо смотреть только на польском языке на или языке оригинал ассасина на французском проходить дело не первоисточники дело о том кто создатель кто создает teclant польская студия они создают пар польский продукт польская даймлайт польская игра есть польский геймдэв если что-то пошло язык оригинала получается польский а вы и дальше бухтите в нашей подборке игр от разработчиков из постсоветских стран которые стоит ждать в ближайшее время трипла и блокбастер рогалики сюжетный адвенчур и даже симулятор огромного милиционера игры от разработчиков из под совет постсоветских стран за которыми стоит следить в двадцатом году скоморох ой началось то что не нравится да не нравится ничего ничего привыкните выучите польский с чем проблема то выучить польский язык а чего вы польский что не знает там кстати мне кажется польский язык будет выучить даже проще чем английский потому что там есть множество похожих но типа славяна образовая образовавшихся слов или как называется я не филантропов как называются то люди которые про языки все знают сестра училась свое время флюгенгенхаймер короче не полиглота не полиглот это те кто разговаривает на разу но лингвиста да не есть еще одно слово нас f как-то я забыл филолог хотя может филолог фермер до фермеры точно конечно фермеры люди которые разговаривают разбираются языках флигустеры и фрилансеры фермеры флигустеры и фрилансеры физиотерапевты кто еще филологи филологи же филологи загуглю сам то я плохо ну потому что я пользуюсь локализации мне нормально мне даже одноголосая локализация подойдет и филология совокупность наук изучающих культур народа выражающую в языке и литературном творчестве до филолог все правильно я хотел сказать про филологов финансисты фронт-энд фронт-энд разработчики да тоже с языками разбираются хотя нет наверное нет в общем вот а что его начали хотел сказать я хотел сказать что да чтоб польский для русскоговорящего человека выучить польский скорее все будет проще чем английский потому что очень много похожих слов и похожих образований языками занимаются специалисты бэкдора блин но если все это не в прямую под разложить эту фразу не в прямую языками занимаются специалисты бэкдора ладно игры у нас black skylands а вот игра про который вам говорил про который я писал обзор но так и не дописал пиксельный адвенчура с видом сверху в сеттинге аэропанк объединяющие идеи сил и всех отлайн майами да но она оказывается еще и не закончена поэтому вот игру тяжело игру тяжело описать парой слов наземные бои это хот-лайн майами с большим упором в рпг характеристики вроде силы экипировки очков здоровья врагов и поиска ресурсов воздушная все а тыс на одного человека нужно самолично без невидимых матросов и друзей в кооперативе управлять штурман на самом деле там нет сил пикс просто но летательный аппарат у которого пушечки там пушечки и поворотики нету там сил тыс то есть там нет такого что ты бегаешь по палубе там поднимаешь парус опускаешь парус все чем ты управляешь это самим судном и там можно короче пушки крутить то есть по моему насколько я помню по моему чуть ли не колесиком мышки они ставятся в три положения то он прямо наискосок налево и и любили 5 получается по моему да по моему прям это короче колесиком крутишь и они меняют положение 2 пушечки слева и справа никакого там такого прямо все ты встом нету обычный управлять штурвалом регулировать скорость двигателя и направление орудий для стрельбы чтобы отбиться от парящих в небе чудищ и пиратов помним новая игра тайских ложь автор мора она это про то как вы приезжаете сельский городок да когда она выходит еще нет даты даты нет дариз на улайт стильный пиксельный слэшер о подземном постапокалиптическом мире где ваш герой мечник одержимый демоном отличное сочетание целом это краткие этим кратким описанием все сказано броский стиль не банальный сеттинг у панического мира раздираемого катастрофой и религиозными войнами а также приятный геймплей сражений с суперспособностями таймингами и непрощающими ошибками врагами ног он д кофе нлит карточный роглайт сразу может пропускать ракта и крю партийный роглайк сосредоточенные на взаимоотношения внутри команды я такой я такой не играю деспот с гейм авто батлер симулятор банды человеков которая пытается выжить в лабиринтах безумного и хорошо stone shard знакомая хардкорный лоу руг лайк а будник средневекового наемника фэнтезий а я понял о чем тогда фэнтезийного короля эта игра вам уже вышла в нее можно в раннем доступе поиграть фэнтезийном королевстве переживающим упадок stone shard суровый рогалик поставивший во главе угла хардкор и реализм после тяжелого боя не от пицца волшебным зелень придется перебинтовать раны лечить переломы шины исцелять болезнь это короче это видимо замбоет только про средневековье фэнтезийное средневековье и даже следить за собственным рассудком волшебные чудо снадобие тоже есть но обычно они крайне токсичные могут порою сугубить и без того плачевное положение боевая система подстать здесь многое решает тип оружия брони позиционирование ваши навыки повадки врагов и банальная удача каждая схватка будто будь то пляшевый волк или закованный в латы ходячий мертвец может стать последней вашей короткой и довольно несчастливой жизни амбициозный рок-лайк от авторов 12 better than 6 захватывает своим жестким подходом к игроку с ник и непредаваемым азартом из раза в раз хочется еще раз попытаться залезть в древний склеп в поисках звонких монет и драгоценных подсвечников недавно к игре вышло большое обновление добавившие глобальную карту и новые города правда вместо с нововведениями добавились и проблемы слишком много пустой ходьбы а сложность стала совсем уж не справедливой однако игра все еще в разработке и все проблемы скорее всего поправит с патчами в остальном строго рекомендуем следить за stone shard в жанре классических rogue light сложно найти столь качественную красивую игру за буквал кир игра про человека способного заходить в книги и доставать из них истории из их истории вещи в реальном мире там мест какой-то skylands милиционеры две игры которые никогда тимфы но skylands такая ну то есть она вышла в раннем доступе но если честно она я вот устал в нее играть когда-то время там там очень там green гриндить надо то есть ты должен летать собирать ресурсы чтобы что-то строить чтобы что-то улучшать и прям прям иногда приход приходилось летать за ресурсами тупо нич не продвигаешься дальше пока ресурсов не нафармишь это меня немножко охладила все же возможно для skyland надо дождаться пока она релизной станет вук волкер the book волкер и навел сага пиксельный симулятор средневекового кузнеца с рпг элементами а кстати звучит интересно вам досталась кузница от почившего отца на дворе средневековье война англии с францией в лесах бандиты в деле деревнях холоп и хлопы прочитал а у вас на повестке дня ковка подков замков замков гвозди и если повезет какого-нибудь дорогого заказа от проезжающего купца или местного ландлорда увлекательная забавная местами очень изобретательная эндл сага легкий и достаточно свежий взгляд на симулятор чего угодно помимо рутинного процесса производства товаров ради выживания тут есть менеджмент и команды рабочих постройка предприятия жилища и даже сюжетные выборы чьей армии ковать оружие помочь ли проезжающему незнакомцу выполнить ли тот или иной заказ кто знает какое решение просто простого сельского кузнеца может повлиять на историю визуал только такой специфичный но звучит интересно сковать местной замок да ну по вашим крафт мы все с вами знаем непонятно когда она выйдет в в релиз сейчас она в раннем доступе и в ней не очень много контента self loss адвенчура в славянско-скандинавском сеттинге очень милая игра старички с волшебным посохом который помогает волшебным жителям и пытается вылечить собственную душу интересно она не только дизайном выполненным в стилях минимализма и пост пост импрессионизма но и геймплейные идеи вы управляете не только главным героем но его посохом одновременно на волшебном артефакте завязана вся боевая система и механика игры the on living симулятор некроманта по жанру это очередной руглайт однако геймплей на все гораздо интереснее подобно diablo 2 вы подчиняете орды мертвецов своей воли по-моему ведь непонятно что картинка я по-моему видел скриншот этой игры она так пиксельно он выглядит вы подчиняете орды мертвецов своей воли с их помощью а также мощных заклинаний сжигаете города и уничтожаете королевство причем убитые не превращаются в условных усредненных скелетов как это сделано в любом в любой видеоигре а именно в свои мертвые версии зомби крестьяне ожившие рыцари и уникальные чудовища которых не так легко не так-то легко добавить свой легион я по-моему видел альфа геймплей либо гифку либо видосик как это происходит войт трейн мы с вами уже видели много раз фарландерс игра головоломка сочетающая себе идеи градостроительных симуляторов типа она по-моему фарландерс несколько раз участвовала в демках в стиме потому что я уже кажется видел вот эту картинку капитал sparks of revolution в эту игру мы даже играли ее демка точно есть прикольная интересная но пока не законченная ревел реколонизейшн клон цивилизейшн в необычном сеттинге звучит интересно милиционер и игра про огромного милиционера эра эксордиум 2d экшен сеттинге объединяющим дизель панк и шумерскую архитектуру 2d сочетает элементы двухмерного платформера и экшен адвенчуры главный герой ученый сознание которого перенестилось механическое тело чтобы узнать истинные причины апокалипсиса и спасти уничтоженный мир придется исследовать локации и сражаться с различными мехатонами как в ближнем так и в дальнем бою атомик хард мы тоже все знаем stalker 2 stalker 2 как-то затесался сюда в инди пашу раз высоко смотрит на 2d ну блин 2d 2d рознь понимаете то есть вот anvil симулятор или как выглядело интересненько а тут как ну тебя я скорее не на 2d она платформе рассмотрела то есть я вот не помню когда пас последний платформер который я играл наверное хотя два платформера которые я играл и были интересны это world haste как раз steam steam world haste 2d но он не платформер он пошагает пошаговая игра а так наверное это был мой френд педро ну я не сильно пищу ну тут можно и стрелять и симпатично лук хирующим я поиграл чуть я не стала продолжать и я не смог подсадить подсесть на иглу лук хиру она мне не смогла ангел и не платформер там симулятор экономии ну да но если говорить про 2d то есть не вот типа что я свысока смотрю на 2d 2d норм зависит наверное сержант жанра то есть если это 2d вот симулятор экономики то как там не нормально если это 2d стратегия какая-то тоже в целом нормально а вот платформер 2d платформер уже как-то не то но это мой мой выбор stalker 2 escape from tarkov но почему он попал сюда непонятно ведь он не выйдет в этом году ну хорошо вот такие вот но тут играет разработчиков за которыми стоит следить в двадцать втором году хорошо чарт продаж steam моя любимая рубрика по понедельникам что продалось замечательно продалось на прошлой неделе топ-10 по выручке в скобках место на прошлой неделе года вор по-прежнему занимает первое место монстр хантер айс по-прежнему занимает второе рейдер not с четвертого места переместилась на третье место потому что в топ рвутся два предзаказа во первых на четвертое место попал предзаказ одного из зданий down light 2 stay human напомню игра выходит 4 февраля 4 февраля выходит поэтому уже steam стиме уже зашуршали его предзаказы также на пятом месте по-прежнему сохраняет свою позицию предзаказ одного из зданий elden ring который выходит 28 февраля то есть в конце февраля но предзаказы уже здесь предзаказ total war warhammer 3 с 6 с никакого места переместился на шестое а тут war warhammer 3 тоже скоро выходит а когда он выходит тот тоже феврале а он там же что ли тоже на тоже на 28 что ли его поставили даже не помню а 17 17 февраля выходит total war warhammer 3 project zamboyed остается на седьмом месте высокую популярность этот project получил за счет стример леров которые сейчас играют ну там за счет выхода патчи определенной версии которые облюбили стримлеры и играют в этот project zamboyed на этом фоне игра вновь вернулась есть что эта игра какого-то 12 что ли года или 11 года изначально но вот к ней но и и все это время поддерживали разрабатывали и у нее все это время было достаточно мощная комьюнити которая играла а сейчас вот на эту игру обратили внимание стримлеры поэтому еще и и вновь вновь популярность проекта подскочила вов индекс варки по-прежнему в топе на восьмом месте спустился 6 в arms snow какой-то приехал на девятое место и одно из изданий reded redemption 2 попал на 10 место видимо вместе с вот такой вот чарт продаж за прошлую неделю лидеры можно сказать все те же игра которая делает павел это гонка или там сюжетное что-то это раннер если в своем примитивном понимании это раннер то есть мы двигаемся с точки а в точку б стараясь уклоняться но стараясь пройти от точки а добраться от точки а точку поэтому скорее несмотря на то что у нас никто не бежит а едет на транспорте но по своему принципу это все же ранен так что еще контентная поддержка watch dogs легион завершена в сентябре 21 года watch dogs легион получила обновление 5.6 как оказалось как оказалось оно было последним поставлять свежий контент в игру и весов больше не собирается видимо никто особо не играет больше watch dogs легион напомню что буквально в начале новостей я сказал что как забыл как эта игра то юбисофская for honor вот for honor продлят вам на 6 сезон for honor продлят игра которую засрали вам просто тупо все типа угов вот она продолжу ее продолжит поддерживать watch dogs легион которая вышла год назад он двадцатом она вышла до типа летом 20 ее в общем все но ее будут поддерживать но контент больше никакого добавлять не будут хитро кодзима рассказал о работе над своей небольшой игрой с необычным концептом осень 20 а да на 8 точно осень нг плюс то добавили не в курсе не знаю как ее прошел обзор на нее написал все на этом я больше не возвращался в игру добавь меня на динозаврики что куда чего то есть теоретически там могут быть разные персонажи нет что нет где у нас не у нас то у нас от первого лица как бы ну то есть у нас есть персонаж игрок но вообще изначально вообще у нас изначально должно было быть всегда от первого лица но у нас в игре есть и режима третьего лица добавим есть сейчас не очень понимаю зачем он нужен. Я всегда играю от первого лица, я не использую режим от третьего лица никогда, потому что не очень не очень удобно, если что. А так у нас есть разношерстные человечки, там инопланетяне, какие-то игрочи, которые сидят в машинках и периодически вылетают из них, когда туда попадает игрок. Наш сингл я прошел еще чутка повесился, если не наиграл и все. Ну да. Итак, что нам рассказал Хидео Кодзима? Во время выступления на японском радио G-Wave Хидео Кодзима упомянул один из своих следующих проектов, который будет скорее напоминать инди с не очень большим бюджетом. По словам Кодзима, он хочет создать новый способ игры, который удивит пользователей. Идея проекта появилась у геймдизайнера 4-5 лет назад. Он считает, что если игра не выстрелит... Да что ж такое-то? Заговорил о Кодзиме, сразу заикал. Он считает, что если игра не выстрелит, то это может означать, что время таких тайтлов еще не наступило. Геймдизайнер уточнил, что для этого проекта не понадобится мощное железо вроде PlayStation 5, однако в то же время это будет не мобильный тайтл в духе Pokemon Go и не игра в дополненной реальности. Судя по всему, это второй проект, о котором Кодзима упоминал раньше. Его студия также работает над AAA-тайтлом, в который, по его словам, все захотят сразу сыграть. Да и так хотят. Наверное. Он будет майнить беточки и может будет продавать NFT... NFT-картинки может будет продавать, но тогда точно все захотят, конечно. Как сообщает Том Хендерсон? Электроника Адс и Дайс все еще... Не, а просто Кедо Кодзима будет платить всем деньги. Ты будешь как бы не покупать игру, а тебе будут платить за то, чтобы ты мог в нее поиграть. То есть если ты выбрал поиграть, то тебе заплатят деньги. Тогда все... Я просто не знаю, какая другая, может быть, мотивация. Все захотят поиграть в игру. Вот как? Ну, я говорю... Просто за каждый вход будут платить, не знаю, там, доллар или 10 долларов. Или, например, можно бартер сделать. Если вы играете в эту игру, то вам дарят одну из там, игр определенной суммы на площадке Steam. Вот так вот. Тогда по-любому... Ну, любую абсолютно. Тогда по-любому каждый захочет поиграть в игру от Кодзимы. Как сообщает Том Хендерсон, Электроника Адс и Дайс все еще не знают, как исправлять Battlefield 2042. На free-to-play модель могут перевести режим Portal, а основная игра останется платной. Инсайдер отметил, что в таком случае издатель ничего не нарушит и не будет обязан оформлять рефаунды. Пара-пара-пам. Пить-ха. Ну, может быть, да, а может быть и нет. Это же Том Хендерсон. Он не работает в Электронике Адс, он лишь поставляет нам слухи. Valve подтвердила, что Steam Deck будет поддерживать популярную античитерскую систему EasyAnti-чит. Ну и хорошо. Изи-пизи. И та самая новость про то, что астрошизики нашли черную дыру в карликовой галактике, которая не поглощает, а создает звезды. Ну, астрофизики, конечно. Конечно же, они астрошизики. Хотя, прочитав эту новость, можно подумать, что астрошизики. На снимке космического телескопа Hubble ученые увидели мост из горячего газа, соединяющий черную дыру в центре карликовой галактики Хейнзе-210 30 миллионов световых лет от Земли. И ближайшая область звездообразования, расположенная в 230 световых годах от черной дыры. Статью опубликовали в журнале Nature. На галактику Хейнзе-210 астрономы обратили внимание в 2011 году. Тогда они предположили, что там может быть черная дыра. Но из-за того, что галактика карликовая, между учеными возникли споры. Они не были уверены, что такие маленькие галактики могут быть домом для черных дыр, соразмерных сверхмассивным гигантам. Галактика Хейзе-210 содержит в 10 раз меньше звезд, чем Млечный Путь. Другие ученые предположили, что там могла взорваться сверхновая. Теперь астрофизики нашли... Блин, мне просто нравится слово астрошизики. Астрошизики. Теперь астрофизики нашли неопровержимые доказательства, что в этой галактике все же есть черная дыра с массой около миллиона солнечных масс. С самого начала было понятно, что в Хейзе происходит что-то необычное. Теперь Хаббл представил четкую картину связи между черной дырой и соседней областью звездообразования. По данным ученых, несколько миллионов лет назад выброшенный поток газа двигался со скоростью около 1,6 миллиона километров в час и врезался в плотное газовое облако, а после растекся по нему, как вода из шланга, ударившаяся о насыпь грязи, стимулируя звездообразование. Скопления звезд выстраиваются перпендикулярно потоку, отмечая путь его распространения. Этот эффект противоположен тому, что наблюдается в больших галактиках. Там вещество, падающее в звездную дыру, уносится магнитными полями, образуя сверхгорячие струи плазмы. Эти джеты движутся со скоростью близкой к скорости света. Газовые облака на их пути нагреваются настолько, что не могут достаточно остыть и образовывают звезды. Но в карликовой галактике отток был достаточно мягким и сжал газ в облаках до степени оптимальной для звездообразования. Вот тут есть 3D-проекция, походу. Это открытие должно помочь ученым понять, как именно формируются сверхмассивные черные дыры. К сожалению, мы не застали процесс образования первых черных дыр. А ответить на главный вопрос, откуда они взялись, очень хочется. И вот тут на помощь нам должны прийти карликовые галактики, которые могли сохранить какую-то память о тех событиях, затерявшихся в пространстве и времени. Акондин дарит подписку весу 64. Вот так черная дыра производит новых звезд. Всегда приятно увидеть новые звезды в нашей карликовой галактике. И астрошизи, кстати. Да мы их все немножко астрошизить. Ну короче, я не очень понимаю. Я ничего не понял. И симуляции тоже кажется в этом ролике нет. Всегда приятно увидеть героя из Баржа Коня дарит подарочную подписку с вам лорду Энтим. Спасибо за еще одну подарочную. Это уже какая. 273 подписка на канал. Окей. Я думал, что новость будет понятной, но она оказалась не очень понятной. И это последняя новость, которую я для вас подготовил. Есть ли что-то еще у меня? Давайте пройдемся по свежим новостям, которые только только что прилетели в список новостей. А также Коня дарит подписку Lyre X3. Спасибо за подарочную. Так, серверы DragSauce на ПК временно отключены. Да, Gran Turismo 7 займет 110 гигабайт свободного места на диске. Это самый тяжелый эксклюзив PlayStation. Но с другой стороны, там по идее должны быть красивые детализированные трассы, красивые детализированные машины. Так что почему бы и нет. Плюс там же SSD, поэтому все будет быстро загружаться. Создатель серии Yakuzo открыл новую студию в составе китайской корпорации NetEase. Они займутся высококачественными консольными играми для всего мира. Окей. Необычная медиаколонка Sberbox Time поступила в продажу. По какой цене? По какой цене стоит уроненный стакан. Вот что вы можете сделать с помощью колонки. Заказать еду или продукты в Delivery Club и в самокате. Закупиться на Sbermark, где есть не только продукты, но и товары из других категорий. Слушать музыку, но это все умеют. Смотреть фильмы и сериалы через Око. Также телеканалы с помощью смотрёшки. Смотрёшка. Они просто искали подходящее название к слову смотри или есть какой-то более глубинный смысл в слове смотрёшка. Смотреть фильмы через колонку. Ну да, там наверняка есть HDMI выход, который подключается к вашему телеку и вот смотрёшка. Управлять играть в triple игры через Sberplay управлять умным домом общаться с голосовым ассистентом салют узнать время просто посмотрев на часы. Смотрите у неё ещё разные приблуды будут всякие ушки рога и прочее. Цена 8000 рублей. Всем покупателям которые активируют устройство до 9 февраля будет доступна бесплатная полугодовая подписка на Sberprime Европарламент одобрил законопроект запрещающий использование личных данных для показа интернет-рекламы. Пользователи смогут отказаться от отслеживания и даже потребовать компенсацию. Ожидается что меры вступят в силу только в 2023 году. Поэтому за этот год компании найдут способы обойти этот закон будет но будут способы обхода его. Каиле какие-нибудь другие хитрые хитрые хитрости придумают. Око показал тизер заключительного сезона сериала Чикатило с Дмитрием Нагиевым. В финале покажут как оперативникам наконец-то удалось поймать А помните оказывается был сериал про Чикатило который все обсуждали в начале что кто Чикатило кто Чикатило Дмитрий Нагиев Чикатило и все забыли и после этого момента все забыли что существовал сериал Чикатило кто-то смотрел вообще Чикатило Щикатило Дэжи Май не обязательно оно может просто транслировать Авторы Силы Тиевс после жалоб игроков снизили число кораблей на серверах из-за прошлого обновления где количество допустимых на сервере судов возросло в игре появились разные проблемы и астрошизики про астрошизиков я вам уже рассказывал сегодня все удивительно даже не 3 часа дня я успел закончить новости до даже до половины успел закончить новости такой вот расклад рассказал вам все что произошло за эти выходные сегодня же сегодня же чем мы займемся сегодня же мне 100% надо добить обзор ну точнее он написан мне надо его еще раз перечитать чтобы я понял что мысль изложена верно точнее мысль которую я хочу донести изложена верно и оформить его на сайт и после этого можно будет что-нибудь постримить мы можем я могу постримить сеттлерсов они же по-моему еще доступны сейчас я юбисофт еще не закрыл хотя я так не понял его можно стримить или нет но короче есть кто-то мне говорил что стримили сеттлерс и не было никаких проблем я погуглю на эту тему но вроде бы бетка еще по-моему жива посмотрю на что козер бета подробности об игре все новости welcome to сеттлерс не нашли что искали непонятно а непонятно короче надо почитать я не знаю но можно можно постримить сеттлерсов сегодня до девяти вечера кто-то стримил на те каналы больше не сказать можно постримить сеттлерсов можно постримить масс эффект но я не буду не масс эффект не будем стримить потому что времени скорее всего мало остается чтобы оформить текст мне надо полчаса порой даже больше картинки надо обработать добавить поэтому я скорее всего подрублю часа в четыре только четыре а то может быть даже позже поэтому наверное масс эффект не очень хорошо я наверное масс эффект все таки завтра поиграю потому что больше времени будет мне больше не надо никуда бегать не надо собирать никакие данные бумажки вот это вот все поэтому я смогу спокойно спокойно побольше поиграть масс эффект вот поэтому поэтому я пока даже не знаю чего я постримлю короче если я быстро уложусь то тогда постримим масс эффект если не быстро уложусь то тогда постримим что-нибудь еще что-нибудь другое но что-нибудь наверняка постримим я правда пока не знаю сеттлерсов может быть постримим может сеттлерсов а может быть еще одну x extraction еще раз посмотри как бы эндгейм покажу эндгейм в целом вот на этом все спасибо что смотрели 159 вернется завтра в 159 на этой неделе мы играем что-то выходит же я я говорил что а 27 по он выходит дип что короче мы вот на этой неделе играем еще в игры играем в разные игры не точно точно будут жду сегодня тоже будет какой-то стрим пока не знаю какой на этом все спасибо что смотрели приходить на стримы люблю целую понимаю увидимся